МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уборка города от снега и новые сроки сдачи школы номер 10. Глава администрации провел итоговую пресс-конференцию. Об исторических записях и нововведениях в отделе ЗАГС Сарова прошел день открытых дверей. Подарок для болельщиков хоккейный клуб Саров провел последний домашний матч 2019 года. Далее расскажем обо всем подробно. Развитие гостиничного бизнеса, ремонт детского сада номер 8, сроки сдачи 10-й школы и развития любительских спортивных клубов обсудил с журналистами глава администрации Алексей Голубев на итоговой пресс-конференции. Также на встрече затронули вопрос уборки снега с городских улиц этой зимой. Традиционно зимой снег на дорогах и тротуарах города убирает дорожно-эксплуатационное предприятие. Но новый контракт на очистку улиц 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». На аукцион подали только одну заявку. Муниципальное предприятие не участвовало. По словам главы администрации, сейчас ДЭП находится в плачевном состоянии, поэтому было принято решение не заявляться. Была, вообще говоря, угроза, что в какой-то момент либо не заплатят налоги ДЭП, либо не выплатят зарплату. И то, и другое будет означать наложение арестов на счета, банкротство предприятия и неисполнение контрактов по уборке города. Что в зимний период допустить абсолютно невозможно. Решено было искать фирму, которая в полном объеме выполнит все необходимые работы по очистке города от снега. Предложение единственного участника электронного аукциона ООО «Магистральстрой» соответствует начальной максимальной цене контракта. Это более 122 миллионов рублей. И хотя в конкурсе на уборку улиц ДЭПа не участвовал, привлекать его все равно планируют. Мы исходили из того, что наше предприятие ДЭП должно функционировать. Все люди должны быть обеспечены работой. Все, кто могут работать и хотят работать, все должны работать. Это наши были условия. Должна использоваться техника, которая работает. Но у ДЭПа, к сожалению, сегодня не вся техника в нормальном состоянии. То есть по технике нужно усиливаться. И мы договорились о том, что будем взаимодействовать на плотном контакте. И, соответственно, ДЭП как предприятие будет задействовано в работах по уборке города однозначно. Что касается ООО «Магистральстрой», согласно сервису проверки контрагентов, предприятие зарегистрировано 10 ноября 2017 года. Расположено на улице Курчатова, дом 3. В госзакупках до 2019 года не участвовало. Среднесписочная численность три сотрудника. Указано более 30 видов деятельности. Основной вид строительства жилых и нежилых зданий. На пресс-конференции также обсудили ремонт школы номер 10. Напомним, сдать ее должны были 1 сентября. Но подрядчик сроки постоянно сдвигал. Прогресс там хороший. Лифт уже один из последних таких объектов приехал. Должны начать установку куконного оборудования. И подрядчик клянется и божится, что он до Нового года все сделает. У меня сомнения, конечно, есть. Как только здание сдадут и оборудуют всем необходимым, учеников 10-й школы сразу же переведут в родное учреждение. Также журналисты попросили прояснить ситуацию с переездом детской поликлиники с Монастырской площади на Октябрьский проспект. С точки зрения главы администрации в этом вопросе нужно учитывать мнение горожан. Но окончательное решение за КБ номер 50 и ФМБА России. В отделе ЗАГС Сарова прошел день открытых дверей. Его цель – привлечь молодых специалистов, органы государственной власти и сформировать положительный образ госслужащего среди молодежи. Сотрудники рассказали об истории ведомства и об основных направлениях деятельности современных органов ЗАГС. На дне открытых дверей побывала наша съемочная группа. Один из самых старинных документов, который хранится в нашем ЗАГСе – книга о заключении брака, датированная 1939 годом. В ней еще чернилами, каллиграфическим почерком вписаны именно тех, кто решил связать себя с семейными узами 80 лет назад. Увидеть этот документ своими глазами может не каждый. Показывают экспонат один раз в год на дне открытых дверей старшеклассникам школ города. Сто лет, как правило, хранятся в органах ЗАГС все записи аквображданского состояния, а потом уже по истечению вот этого срока они передаются в государственный архив. Но на сегодняшний день все записи, именно вот, например, по нашему отделу ЗАГС, они переведены в электронный вид. На дне открытых дверей ребятам рассказали об истории Саровского ЗАГСа, поведали о задачах и функциях учреждения. А после провели обзорную экскурсию. Ребятам показали комнату жениха и невесты, где молодоженов знакомят с правилами церемоний. В зале бракосочетания старшеклассники узнали, как проводятся торжественные чествования супругов-юбиляров, много лет проживших в законном браке. Больше всего юношам и девушкам запомнился архив. Именно здесь хранятся документальные свидетельства их рождения. Я узнал даже сегодня о том, как я родился. Ну, точнее, мне показали вот мои документы при рождении. Меня все впечатлило. Было интересно послушать, какие документы вообще составляются именно в ЗАГСе, какие нужны для регистрации свидетельства о рождении, свидетельства о смерти. Я узнала то, что у нас есть такие архивы, которые хранятся сто лет. И было интересно посмотреть даже на свое свидетельство о рождении, которое хранится до сих пор тут. Многие ребята до начала экскурсии имели неправильное представление о ЗАГСе и даже не знали его аббревиатуру. Теперь же они уверенно могут сказать, что сотрудники ЗАГСа не просто устраивают праздничные церемонии, а еще работают с документами и оказывают саровчанам правовую помощь. Горожанам рекомендуют не выходить на лед. Из-за перепадов температуры под воздействием дневного тепла и подводных ключей он быстро становится пористым и опасным для нахождения на нем людей, несмотря на то, что сохраняет достаточную толщину. Если температура не опускается ниже нуля в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровчанам покажут, как может выглядеть детский парк на улице Сосина после благоустройства. Пока что это только концепция, которую подготовили специалисты департамента архитектуры и градостроительства. Ее представят во вторник 24 декабря в библиотеке имени Маяковского. Приглашаются все желающие. Начало в 17.30. Напомним, в ходе голосования по выбору приоритетных проектов для благоустройства именно детский парк на улице Сосина получил больше всего голосов жителей города. Саровчанам предлагают горячие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять в санаторий Сергеевские минеральные воды. С 31 января по 20 февраля следующего года там можно будет пройти комплекс процедур, которые назначают при заболеваниях костно-мышечной системы. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Сразу после новогодних праздников в Сарове пройдут традиционные серафимовские детские и юношеские чтения. Торжественное открытие православной конференции состоится в субботу 11 января. Как ожидается, в ней примут участие не только саровчане, но и жители других городов. Они представят доклады о святынях Нижегородской области, порассуждают на тему духовной безопасности в современном обществе, попробуют свои силы в православной журналистике. Полный перечень тем и направлений, которые будут затронуты в ходе серафимовских чтений, опубликован на сайте православный Саров. Стихи 328 поэтов из 10 городов легли в основу третьего тома антологии поэзии закрытых городов Росатома. Презентация книги состоялась в библиотеке имени Маяковского. Издание продолжило сложившуюся литературную традицию. В него включены произведения как уже состоявшихся поэтов, так и молодых, начинающих свой путь в мир изящного слова. Галине Ивановне Бессараб, 79 лет. 45 из них она пишет стихи. Своё первое стихотворение женщина сочинила 12 мая 1974 года, когда неожиданно всё засыпалось снегом. Ты зима не радуйся, ветер переменится, будет в небе радуга, вновь ручьи запенятся. «Природа и дети» – это основные темы стихов Галины Ивановны. Но иногда взяться за ручку и бумагу её толкают мировые политические события. Поэтические произведения Галины Ивановны печатались во всех сборниках антологии закрытых городов. В третий том вошло стихотворение наследства. И когда в душе смола, как спасительное средство, вспоминаю я слова старой бабушки наследства. Это тихие слова, и запомнить их несложно. Как подумаешь, жить нельзя, а раздумаешься – можно. Впервые творчество поэтов закрытых городов было представлено в антологии, которая вышла в 1999 году в Железногорске. Второй том увидел свет в 2011 году в Заречном. Третий сборник готовился к выпуску в Челябинске. Неизменно большое количество авторов и высокий уровень их мастерства говорит о том, что закрытые города – это территория передовой научно-исследовательской мысли и родина удивительных и талантливых людей. Высказать эти чувства, этот внутренний мир, эта особенность взаимоотношений в закрытых городах, настроение здесь. В третий сборник вошли стихи 328 поэтов из 10 городов, в том числе 26 саровских авторов. На презентации всем им вручили новые тома антологии поэзии закрытых городов. Познакомиться с творчеством поэтов зато можно в библиотеке имени Маяковского. Несколько книг традиционно передаются в библиотечный фонд. В рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги ХК Саров на своем льду принял команду «Спартак Тумботина» из Павловского района. Игра закончилась со счетом 6-2 в пользу наших игроков. О том, как прошел последний домашний матч саровской любительской команды в 2019 году, расскажем далее. Домашняя встреча с Тумботина – завершающая игра первого круга чемпионата области. В начале матча команды взяли быстрый темп. После взаимных атак на третьей минуте «Спартак» забил гол Сарову и открыл счет. Соперники жестко боролись за владение шайбой. Не обошлось без стычек и удалений. Во втором периоде саровчане сравняли счет. За 7 секунд до сигнала в ворота «Спартака» залетела еще одна шайба. После такого завершения очередного периода болельщики оживились и поверили в победу Сарова. Второй период вот маленько тут и подрались, и эмоции пошли. Ну и как бы вот они задвигались и забили. Надо как-то собраться. Собраться и к шайбе. Не от шайбы, а к шайбе. Побольше, почаще. Поувереннее. Я думаю, сейчас тренер в раздевалке именно это и скажет. Я желаю, чтобы наша вторая команда одержала победу. В начале третьего периода команды обменялись шайбами. С разрывом в два очка саровчане продолжили брать инициативу на себя. До конца матча наши спортсмены успели забить еще два гола. Сначала, как всегда, у нас с Хомканой мы как паровозный состав догоняем все команды. Ну, вроде во втором что-то взбодрились, получилось что-то. В третьем добавили. Использовали свои моменты, слава богу. Встреча закончилась со счетом 6-2 в пользу команды Саров. По словам тренера Спартака, основной причиной поражения его подопечных стала игра в меньшинстве. Соперник был хороший сегодня. Забили свои моменты. Мы не реализовали моменты. Они были. Хорошо вратарь сыграл команду соперника. Количества игроков не хватило. У нас травмированных много. Одного не пустили на проходной сегодня. Сами виноваты. Поэтому тут винить некого. Последнюю игру первого круга Саров проведет 28 декабря на выезде в Сеченово. А уже после новогодних праздников наша команда ждет поддержки болельщиков дома. 4 января саровчане сыграют с кварцем первый матч второго этапа чемпионата области. Развлекательная программа, фуршет, беспроигрышная лотерея и живая музыка. Стоматология Дентал Арт организовала новогодний праздник для своих постоянных клиентов. Такое мероприятие компания проводит первый раз. Для Дентал Арт важно не просто сделать скидки или устроить акции, а подарить праздничное настроение своим пациентам. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Каждый старается следовать этой примете по-своему. Врачи стоматологии Дентал Арт уверены, что их клиенты должны весь год ослеплять окружающих безупречными улыбками. Поэтому в преддверии новогодних праздников коллектив клиники подготовил для своих пациентов подарки. Хотелось поздравить всех своих пациентов с наступающими праздниками. Мы сегодня разыгрывали замечательные призы. Они на самом деле профессиональные и необходимы всем пациентам. Это ирригаторы, сертификаты, зубные щетки, пасты. Мы хотели подарить всем хорошее настроение. И в такой неформальной обстановке обязательно провести немного времени, для того, чтобы у всех появился посыл к этому новогоднему настроению. Гости получили заряд хорошего настроения, вспомнили новогодние традиции, насладились угощениями, а также пообщались в дружеской атмосфере под звуки саксофона. Благодаря празднику врачи стали еще ближе со своими пациентами. Со многими из них сотрудники стоматологии работают уже не первый год. Всю свою жизнь я напрасно боялся этих стоматологических процедур, потому что, оказывается, можно эти услуги оказывать просто замечательные. И терпимые, как говорится, сами процедуры, отношения очень хорошие к людям. И, можно сказать, что вполне по карману. Очень приятно, когда врач что-то делает и объясняет. И пациент не просто думает, что там, наверное, какой-то где-то подвох или что-то, что действительно он обозначает проблему, говорит, как ее решить, как достичь этого лучшим способом. И здесь вот это я нашла. Сначала я ходила сюда одна, сейчас ходит сюда вся семья. И улыбка меня радует. К каждому пациенту в клинике индивидуальный подход. В работе специалисты применяют прогрессивные методы, высококачественное безопасное оборудование, а также самые надежные материалы. Здоровые зубы станут для вас и ваших близких важным и полезным подарком на Новый год. Стоматологи Дентал Арт ждут вас по адресу силки на 10 дробь 1. Телефон 7-90-00. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин